так здрасте дорогая публика вот у нас очередное как это книжное обозрение распаковка книг распаковка за несколько месяцев я бы так сказала потому что часть из них была куплена с нового года а вот тут начну это с подарочек что милена привезла из санкт-петербурга из магазина подписные издания есть такой магазин а там правда есть подписные издания они сейчас существуют я не знаю если самые подписные издания но у них есть свое издательство я купила роман а я не привезла его из москвы я думаю что мы в москве сделаем имени распаковочку книг которые есть там вот а я привезла очень интересную книгу расскажи про меня владимир пеньяков пенников он на самом владимир он пишет о своей значит жизни на своей службе он не служил в армии он вы сражался в неком как бы сказать в частное чувака фактически да в чувакам сражался с гитлером и муссолини на территории северной африке вот такая северная африка дошла война против ромеля да против немецкого командующего там были мемуары ромеля кстати но я решила что те на это не есть есть да поэтому но это про ромеля но мемуары не успел на какие-то его там есть записные книжки может такого у меня нет вот 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 они значит создали пенников он естественно потомок русских эмигрантов ну вот на англичан работал частная армия наемники называется она частная армия полковский владимир пенников то есть тут вот такая красивая обложка вот это я так понимаю его воспоминания туда картиночки я не могла даже знать что я везу потому что книжка была запакована а вторая книга это от того же автора что мы показывали на фестивале в этом году значит николас старгард это мобилизованная нация германии 39 45 год вот расскажи про книжку скажем так жизнь детей при нацистах так называется вот тут потрясающие подробности как дети играют во что да особенно дети которые вот ну не те которые чистокровные арийцы а те которые попроще вот они играют в экзекуции в сжигание в газовой загрузку в газовую камеру все такие вещи есть воспоминания члена зондеркоманды он зондеркоманды это кто из военнопленных формировали те которые размещают людей которые осуждены быть отравлены и потом выгружают их из этой газовой камеры да ну вот они кстати были свидетелями этих событий и даже некоторые из них на всякий случай каких-нибудь бутылках в банках герметичных закапывали вот свои свидетельства и соответственно туда же этикетки вот этих вот у купорок для циклона б вот это все не закапали в пепел ну диск придут будут раскапывать и найдут но действительно пришли раскопали нашли да и они их не всех немцы успели уничтожить вот такая вот печальная книга но толстая большая книга я кстати хочу купить еще на озоне продается книжка стоит 500 рублей если хотите пришлите нам донат я ее куплю и прочтем для вас это тому чему учили в нацистских школах во времена нацистской германии и можно еще добавлю от себя это не вот не совсем этот год но эта книжка ханс фалада один в берлине или каждый умирает в одиночку вообще ханс фалада он был такой из коммунистов из писателей там много писал по-моему там книжка что там человек человеку волк вот и в отличие от ремарка он остался во время второй мировой войны в германии работал по моему где-то на территории франции его за это очень осуждал ремарк даже что-то сумел написать во время значит второй мировой войны и вот этот вот и работу он пишет сорок шестом году когда тот год когда он умрет то есть эта история берлин сороковой год то есть франция уже покорена и это в общем его вдохновила история про двух рабочих мужа и жену которые были такие совершенно маленькие простые немцы которые писали открытки где в общем за одну взлословили по поводу гитлера это элиза и отто хампель их естественно поймали расстреляли вообще удивительная книга почему она удивительно советском союзе естественно эта книга издавалась но есть одна проблема фалада он был человек такой сложной судьбы было и зависимым и женой он ругался и психиатрической вечернице он полежал и сорок штом году когда вот его большая книга должна была выйти он умирает кстати ему даже предлагал по моему мы предлагали то ли министром культуры быть то есть он такой был человек советские войска предлагали и свои советские американские предлагались ему те и другие предлагали он отказался вот и его издатель издал книгу как ему казалось правильнее издавать а он ее издал и вот буквально 10 лет назад один из редакторов такой известной издательской компании пингвин букс нашел его черники черновики и восстановил авторский замысел роман заново перевели на английский язык он стал бестселлером самопродаваемой книжной значит новинкой вот и его перевели на русский язык вот 4 4 в апреле 2022 года эта книга появилась на прилавках вот я ее купила очень так сказать рекомендую вот а еще знаете я была в петербурге и не посчастливилось увидеть не об этом сказала так сказать гардероб сейчас я была в музее анна ахматовой и там сидел какой-то такой достопочтенный благопристойный дядя дяденька джентльмен дедушка не знаю как его правильно назвать а и он оказался что это вот он переводчик книги история одного немца тоже очень популярная книга но мы по моему его уже обозревали если вот кто любит не банальные я знаете мне ремарк особо никогда не нравился у него есть как бы сильные моменты но герои у него плосковаты а вот здесь меня просто поразило ну вот какие-то вот персонажи ну как-то в общем отличная книга найдите прочитайте до следующая книжка из свежих покупок называется на алхимии жизнь написал ее чернокожий автор айниса рамирес в америка профессор это она это протеста рогельского университета чернокожие чернокожие автор все правильно не авторка автор я все по закону говорю вот алхимия жизнь это не про алхимию не про какую это про то как вот тут под загладкой как люди материалы меняли друг друга да как человечество меняло ну вот эпоха великих изобретений вот так скажем так как они в нашу жизнь входили вот как они плотно вошли тут даже есть картинка а там ведь на один из вояджеров поместили золотую пластинку на которой кроме картинок всяких есть еще запись звука звуки земли там записаны и там на другой стороне инструкции как их воспроизводить он интерес поймут инопланетяне не помню как надо проиграть фонограмму это еще фонограмма но времен почти что эдисона да ну вот и такие такая технология самая простая лучше не ошибешься пожалуйста ну тут такая книжка более поп я люблю такие книжки джозеф гис и фрэнсис гис называется жизнь средневековом городе тут даже хвалит джордж мартин видимо она когда писала группы столов вдохновлялся там есть целый цикл в издательстве калибре по-моему жизнь средневековом замке города и люди вот то есть но это тринадцатый век действие развораченность уже такой поздний роман это не роман это просто вот как жили люди как работала городская администрация на примере одного из городов вообще одним из самых классических трудов является описание жизни французской деревни которую мы узнали благодаря уголовному процессу который один кардинал который впоследствии стал папа римский вел и он очень свои как будто работ старался сохранить и там якобы были еретики и как вот он их допрашивал он узнавал как там жили люди что делали как вели бизнес как вели хозяйство вот но это более такая популярная история мне кажется вот для вот тут картинки есть жанр нон-фикшен да мне кажется такой знаете для детей для подростков просто по легкой а вот здесь более сложного мне попалась книжка дуглас бойн аларих король визготов аларих но падение рима глазами варвара то есть это как бы биография вот этого алариха и в принципе вот это ну здесь более такая сложная они более сложно написано но все равно тоже достаточно легко читается то есть вот развал римской империи я папа недавно присылала мем значит такая маленькая ребенок викинг девочка лежит и папа сидит с книжкой падение римской империи значит и дочка пава пава почитай мне эту книжку с хоппи-эндом почитай мне эту книжку с хоппи-эндом да так вот они мне кажется нации эта книга но если что мы кому-нибудь ее подарим а эта книжка юрий слезкин эра меркурия евреи в современном мире вообще юрий слезкин один из крупнейших историков советского советской действительности особенно сталинской эпохи у нас есть его книжка так называем дом советов она называется несколько раз я вот так сказать видела видела на выставке и здесь это не просто как бы история про евреи в современном мире это история про ну то здесь и про евреев и про советских евреев и про все вот эту таскать такую жизнь вот ну в общем такая толстая интересная книжка мы такое любим мы покупаем хорошая книжка знаете чем определяется хорошая книжка открою большим нет большим количеством примечаний конечно наилучший вариант книжка где вот тут немножко текста а вот тут множко примечаний но так сейчас не модно поэтому посмотрите сколько в этой книжке вот объем примечаний посмотрите но это не самый толстый объем примечаний но это все примечания это красота это это прям вот сердце радость да и мне вот кажется что же книжка у меня есть хотя может и не и нет все ба фальк вообще тогда популяризатор телеведущий импортные написал книгу про темные века обычных называют среднюю тюбила мрачное средневековье он правда назвал светлые века путешествие в мир средневековой науки он вообще историк науки это его так сказать профиль ну насколько явствует из этой книги в основном средневековые ученые имели успехи в области астрономии исчисления времени вот таких вот вещей да потому что самые самые точные часы как известно в ту пору были земной шар который крутится с постоянной головой скорости не устаём повторять кстати редактор этой книжки на русском языке является олег воскобойников это известный специалист в области средневековой истории искусства значит если вы видите книжку воскобойникова она там про средневековые соборы про средневековой церкви у нас есть эту книжку смело можно брать и переводчица галина бородина но естественно второе что тут надо ему отметить автор был он отметил то что в средневековой появилась наконец университетское образование вот эту систему университета ну да и она пришла к нам вроде как то говорит откуда-то из арабского мира первый университет вроде как основан был в марокко дело в том что отличие университета просто способа обучения просто обучили и в греции учили с холода и в этом как называется восточно-римской византии нет такого отличия римский университет новый университет который появляется он является естественно основывается на платоновской и академии и вот этих всех аристотелянский он независим они тоже были вот эти самые например до сих пор некоторые арабские учебные заведения как они являются независимы даже тех правительств как бы государства маленькое государство более такие так сказать вытекан внутри этого большинство естественно преподаватели это были монахи или грубоко религиозные люди но туда приезжал какой-нибудь нуцы папы римского и говорим ребята ну вот тут у вас какая-то ересь уже нарождается пожалуйста там же был стандартный спор все средневековое схоластическое философское обучение это они не бога искали это был был спор так называемых номиналистов реалистов то есть существуют ли слова в реальности как бы или не условно грани существует и такая была квантовая физика того времени и более того что очень важно что ну кстати градации образования вот уровни образования были все-таки и у платона потому что и судя по диалогам платона у них было экзотерическое знание и эзотерическое знание экзотерическое знание это знание для всех, знания, которые ты читал сам или вы читали в кружках, то есть подготавливаешь, чтобы слушать лекции преподавателя. И здесь тоже была такая история, потому что философский факультет, который туда поступали, он был базовым факультетом, и там должны 2 или 4 года были отучиться все. А дальше же шло распределение. Остаешься на философском, идешь ты на богословский, идешь ты на медицинский или идешь ты на юридический факультет. Это была большая проблема Российской империи, потому что когда в России появился первый университет, теология была оторвана от общего образования и философия впоследствии тоже, потому что философия еще во времена царизма все время пытались закрывать философские факультеты и вся философ, они часто крутились на психологических факультетах, там вот шла основная история. Поэтому российские университеты нельзя в полной мере назвать университетами Европы, потому что университет Европы он независимый. Но! Но! Появляются университеты в Германии, и вот в германский университет, у них было все время желание поставить обучение студентов на благо государству. Это вот пошло со времена Гегеля, когда гегеревская философия начинает распространяться, единственной правильной философией считается философией Гегеля, другая философия из университетов выдавливается и так далее, и так далее. Но это можете почитать подробно протестантская этика и дух капитализма, то есть католические университеты это было именно свободно, вне государственное место. И, кстати, университет, который в Марокко был основан, он существует до сих пор, он был основан в X веке, а европейский университет вроде как в XI. Ну да, древнейшее учебное, такого типа. Так, из такого веселого эта книжка я купила в фикс прайсе, называется она «Барбизон», в отеле только девушки. Это была большая проблема в Нью-Йорке женщине в 20-30-х годах снять квартиры, чтобы тебе никто не приставал, и был открыт как бы отель, в который жили и снимали только девушки, там проживали многие известные потом писательницы на Ленксингтона-Веню, писательницы, журналистки, и, в общем, в итоге к середине 60-х годов, как известно, с 20-х годов 650 тысяч женщин жили в этом отеле когда-либо, то есть это такое, в общем, очень любопытная история. Так, серия «Страдающие средневековья», а, кстати, у меня еще была одна книжка, она в Москве осталась. Я, кстати, про эту тему, про евнухов в Византии хотела рассказать, эту книжку начала читать на английском, и оказалось, что Андрей Виноградов перевел нам книжку Шона Тафера про византийскую историю. Вообще, кстати, надо рассказать, что огромная Византия, ну, как бы та часть вроде как восточной, так сказать, восточной Римской империи, которую мы наследуем, она вообще славилась своими специфическими сексуальными практиками. Мы не будем тут говорить о благословении мужчин там всяких, это по Насимкову, а здесь у них был целый кластер евнухов, которые в первую очередь занимались пением и политическими интригами, то есть они у них были хоры целые, они пели, и остальное время интриговали, то есть то, что типа евнухи появились в гаремах, это не совсем так, евнухи там исторически в Византии жили, так сказать, ну, понимаете, как-то для ислама классического, это же сейчас-то есть, там вот эта тема, там, женское обрезание, но если мы берем такие территории классического ислама, типа там Саудовской Аравии, вот это всего, там как-то... Кстати говоря, в Китае тоже была практика, на высших государственных должностях были евнухи, чтобы у них не было своих каких-то наследственных интересов, чтобы служили императору, а не своей семье. Ну да, там, да, кстати, вот Максим Кантор, это такой искусствовед, писатель, художник, драматург, он написал две книжки, «Чертополох и терн». Да, значит, «Возрождение, возрождение» и «Возрождение веры, чертополох и терн». Это, так сказать, его, как бы, такие статьи, его взгляд на разных художников, Леонардо да Винчи, на Яна Ванейко, на Брегеля, на Сезана, на Петра Уводкина, на Модельяне, это его взгляд. Но, как бы, тут он этого не скрывает, Борис Сергеевич любит книжки Паулы Волковой, а, так сказать, нас, ну, когда я училась, нам обязательно, говорю, пожалуйста, только не берите свою, свои, пожалуйста, вот, основы литературной книжки Паулы Волковой, потому что она в чем-то там специалист, но в остальном она очень много придумывает, особенно у нас заламывали руки, на ней всякие античники. Ну, античность очень хорошо разработана, там надо быть глубоким специалистом, там тебя, там, ну, просто так не получится, она тебя за руку поймает, потому что еще там, ладно, в каком-нибудь там, ну, то есть, условного там Малевича меньше знает людей в мире, и просто там еще архивы не так разработаны, а какой-нибудь там условного Фиди уже тебя за руку схватит. И вот поэтому, ну, тут он как бы не претендует на истину, это скорее его вот просто вот эссе, я почитала про, у него тут вот про Ван Эйка статью, ну, был, ну, в общем, интересно, такой, знаете, вот, приятно почитать умного человека. Кстати, название у него такое немножко говорящее «Возрождение», «Возрождение я», то есть это, видимо, возрождение того духа, что был возрожден, он пытается, наверное, его, так сказать, реставрировать. Ну, да, Сезанн, Модельяны, Сутин. Потому что тех пор уж про это возрождение сколько хочешь чего понаговорили, понаписали уже как по-другому представляли. Ну, кстати, вот у нас был любимый товарищ наш философ Бердяев, он говорил, что вот хорошо бы возродилось Средневековье, тут к отсылке книжки «Светлые века», что вот Средневековье была отрушена вот эта вот история духа, где дух был совмещен вот с познанием, и все это шло в нужном направлении. Главное, что человека типа не отдирали от мира, а то, значит, у нас наступил 20-й век, человека давай мы сейчас переделаем, люди плохие и так далее. Ладно, книжка Афины, «Брюс Кларк», «История города-государства», ну, то есть история Афин, потому что мы Афин в основном знаем до какого времени, ну, там до 4-го, 3-го века до нашей эры, римляне пришли, Афины захватили и все. То есть как-то дальше знаний нет. А здесь что происходило, и когда турки их завоевывали, и как Афины жили, и, в общем, ну, что было, насколько я понимаю, по-моему, даже до… Да, до 514-й год. И, в общем, все эти 40-е годы. 2014-й тут еще помянутый. Да, то есть до современности. До современности, да. То есть довольно интересно. Ну, это такая книга. Да, ну, вот у нас таких книжек много, это «Как писать захватывающие сцены, диалоги для кино». Ну, просто я увидела, я люблю такое подсчитывать, довольно любопытно. Не знаю, может, ты еще прокомментируешь. Линда Сегер и Джон Рейни написали. Это американцы, естественно, да? Ну, скорее всего, да. Ну, Америка – страна кинопроизводства, которую всегда пытались скопировать у нас. Помнишь, кто там был хотел? Шумятский. Шумятский. Хотел завести методы американского кинопроизводства. Он и завелся, он даже книжку написал о кинематографии миллионов, но его в 1937 году расстреляли. Ну, так он не смог добиться того, чтобы кинопроизводство работало, а все тут только вот творческие методы. 310 дней простоя был на Массфильме из Трюшот в 65-ти. Да, да, да. Ну, и поэтому его не могли вытерпеть на него и Эйзенштейн тоже капал, капал, капал. Ну, они друг на друга капали. Ну, наверное, ну... Шумятского ругают за то, что он рассыпал фильм Бежен лук из Эйзенштейна, но Эйзенштейн вышел, а Шумятского и Ниссона, который Ниссан-то был, который с Александровым снимал его первые вот эти крупные, принесшие известности работы Волга-Волга и веселые ребята, его расстреляли тоже. В общем, он тоже, кстати, написал. А это книжка прям, которая может для дома до семьи, Джон Финли, «История искусств». То есть такая, ну, книжка основная, здесь картиночки, описание, просто вот что было, вот тот Эль Грека. То есть это вот для начинающих, нескучно написано. Почему, например, вот Эдуард Мане, его обнаженные люди сидят тут, такие даже тетеньки, не шибко обнаженные, почему завтрак на траве, Эдуарда Мане, Клод Моне, Эдуард Мане, А, А, О, О. Значит, почему она вызвала такой огромный скандал, тут, ну, в общем, здесь с какого времени начинается, да, я посмотрю, начинается здесь способы видения искусства, ледниковый период в Европе и дальше сразу итальянский ренессанс. Да, вот появление искусства вообще загадочное, оно появилось в достаточно давние времена, еще до того, как появилось, нет, люди появились, до того, как получила, появилась стратификация в обществе. Это я тебе рассказываю, то, что мне говорили ученые из Дарвинского музея. Вот они, значит, ну, тоже для них очень важный объект, это вот изучение живописи вот этой наскальной и вот та эпоха, когда еще в обществе не было явного, так сказать, ну, как сказать, деления на классы, да, как говорят бы по-марксистски, я не знаю, как лучше сказать, то тогда это был, значит, рассвет, как это называется, анималистической живописи, причем совершенно шикарной. А, например, из этих картин узнали, что у мамонтов был специальный клапан, который закрывал задний проход. Про него существование не знали, потому что нога с костями, и только много позже нашли, значит, останки мамонта, которые были заморожены, вечной мерзлоте, у него был этот клапан. А впервые его увидели вот на этих картинках, все очень, их вполне, ими вполне можно иллюстрировать, скажем, было бы книгу животных, вот такие вот вещи можно было делать. Вот, вот такие, а потом появились люди, а люди появились тогда, когда появился, вот надо кого-то написать, вот его надо обязательно нарисовать, вот этот человек достойный, не то, что мамонт, мамонт, понятно дело, вот человек, вот этот человек, мамонты, прибегут и убегут, а вот человек... Нам рассказывала еще интересную историю Харитонов, был-то антрополог, не знаю, жив ли он, ну, хороший дядька, прекрасная лекция, про то, что вообще склонность к искусству, или по крайней мере, комичному, была склонна и до Homo sapiens sapiens, то есть там на стоянке еще тех, кто был до Homo sapiens, нашли как такой камень, который лицом напоминал обезьяну, то есть он был такой, видимо, кто-то, а эти камни в этой местности не водятся, то есть кто-то его там нашел, там посчитали где-то там в 30 километрах и принес на эту стоянку, типа посмотрите, поржите, какая еще история. А, кстати, по поводу людей я еще так тебе расскажу, нам тоже это рассказывали, когда, если мы посмотрим, древние фигурки, самые древние фигурки это фигурки женские, женщины вот этих вот, неолитические Венеры так называемые, и в принципе была такая вторая история, что люди не совсем видели связь между деторождением и сексом, и вот это вот фаллические культы, они гораздо более поздние, исторические, чем культ вот этих вот неолитических Венер, то есть они сильно позже, то есть там десятки, сотни тысяч лет, а фаллические культы, ну это там типа две тысячи лет там появляются эти башки БЭС и так далее, и так далее, то есть вот это вот такая матриархальная была в какой-то степени вот это вот, ну восприятие человека, то есть вот это тоже довольно любопытно, ну практически мужчины не изображались, то есть были женщины либо какие-то бакоерзики неопределяемого пола, ну то есть там он бежит, а кто он, мужчина, женщина, там нет, ну половые органы не нарисованы, то есть кто-то бежит. А БЭС это, кстати говоря, из древнеегипетской практики, вот такой там был божок, который помогал против крокодилов, против этих самых газелей, которые могли все по себе потоптать, да, и вот, например, знаменитая ложечка, которую профессионал всегда рассказывает, надоел всем уже, из коллекции Пушкинского музея, и теперь ее кладут, ставят на подставочке над зеркалом, и там на зеркале, значит, видно через зеркало, что у нее на передней части, значит, ног, изображено вот этот самый божок БЕС, а впервые нам это увидели на выставке, про этого БЕСа была выставка, специально тоже в Пушкинском музее, там были разные изображения, вот в том числе и вот эти. Кстати, по поводу татуировок, тоже была история про сарматы же, это были, да, вот про сарматы, ну, кстати, мы в Пушкинском музее, тоже они там кочевали от Ирана до Сибири и обратно, вот, и удивительно, что у них была распространенная татуировка, причем татуировка была, татуировали женщины, видимо, только женщины, то есть она была связана с какими-то мистическими практиками, осталось на женских вот этих вот погребениях очень много татуировальных этих вот машинок, пигментов и так далее, но так как там влажная, вот эта вот влажная земля, кожа, к сожалению, не сохранилась, не древняя Египта, и мы не можем сказать, какие татуировки были, для чего они служили, еще довольно любопытно, там такие были маленькие, крошечные ложечки, только аккуратно, ты трясешь, и вот трясется, значит, эта штучка, маленькие ложечки, и вот непонятно, для чего они были нужны, потому что порох они не использовали, что им накладывать, может быть, вот мешать какие-то вот эти краску, а еще там был дяденька на экскурсии, он говорит, может быть, это такая ритуальная история, потому что вот, оказывается, у военных в семьях, они там какую-то ложку все время передают, из поколения к поколению, от отца к сыну, типа, я там ела, и ты будешь есть, и может быть, это что-то типа, вот как память, ну, неком племени, доме, чтобы куда бы ты не ушел, у тебя эта ложечка с собой, ну, то есть, если особо ничего нельзя, это не такая, в общем, история. А вот еще книжка, русский авангард, издатель Андрей Соробьянов, это хорошая, в общем, книга, хороший дядечка, он стал собирать и датировать работы авангардистов советских, и проводить в Москве крупные выставки в центре авангарда, вот, ну, по-моему, первая была ли, 10 назад, и благодаря ему было найдено в провинциальных музеях огромное количество работ известных советских авангардистов, которые, естественно, после публикации статей, там, о запрете всяких вот этих вот формализма были забыты, и вот это, ну, просто очень хорошо издано, хорошо написано, так сказать, автор профессионален, издание, все понятно, можно, так сказать, эту жизнь, так сказать, ну, в какой-то степени обозреть, да, то есть, просто, ну, любопытная книжка, тоже подойдет, условно говоря, но не прям совсем для начинающих-начинающих, но для тех, кто вообще интересуется. Между прочим, почему они попали в большое количество провинциальных музеев, потому что авангардисты были в то время в министерстве культуры, ну, скажем, в наркомате, наверное, они были, да, и они, соответственно, государственные деньги тратили на покупку современного искусства, то есть, вот, своих авангардных полотен, они потом туда. Были некоторые скандалы, что человек сам свои полотна покупал, ну, ничего, зато сохраняется, да. Кстати говоря, Андрей Сарабьянов жив? По-моему, он вроде жив. Вот опасно сейчас, я так скажу, хвалить живых людей, вдруг он станет иногентом, ну, вдруг его вербанут, это шутка. Знаете, мы тут все немножечко иногенты, особенно те, кто крещённые, знаете, вот тоже находятся под влиянием. Те, кто крещённые, значит, иудеи, мусульмане, христиане и буддисты, естественно, все потенциальные иногенты, потому что они находятся под влиянием иностранных, иностранных книжек. А то они читаются своего Евангелия. Типа там, как там, Русь, как там, за Лель, за Лёг, за Коляду, как там это. Ну, красиво, кстати, архитектура арабских стран, такая красивенькая энциклопедия шедевра архитектуры, АСТ, историческая эклектика, ну, картинки такие, тут не то, чтобы очень красивые фотографии, они просто цветные, так сказать, ну, современный интернет предлагает нам фотографии повеселее, но просто показываются, вот можешь показать, какие есть книжки для дома, для семьи, можно, так сказать, приобрести. Фонтан Триволи. Триволи, да. А вот это, значит, Борис, пахнет, понюхаю, она очень сильно пахнет. У меня, значит, ковид, ковид у тебя. А к старости притупляются все эти. Она сильно пахнет. Но к старости притупляются. Она сильно пахнет. Она сильно пахнет. Ты вот слепом еще расскажи, что это так красиво. Борис, Борис, ты не прав. Значит, мы были, в галерее есть такая, наши художники, Борис Вершников. Сейчас назову, он окажется каким-нибудь не таким. Очень такой. Мне, кстати, даже сам альбом понравился больше, потому что у самого альбом больше картинок. Я про эту выставку рассказывал, кстати. Он попадает почти в возрасте, по-моему, 19 лет в ГУАГ. Отсидел, вышел, женился, много рисовал. У него такой мистический, немножко фантастический, реализм. Он работал оформителем, да? Ну, он и с художником работал, особенно, так сказать, его... Не, но были художники, которые работали дворниками, а он работал оформителем. Мне даже, здесь больше картин, чем было на выставке, и на выставке нельзя фотографировать тут всякие необычные картины. можно было фотографировать только те, которые приближали этому... Этому... на галерее наши художники, да. Вот. Он... Посадили его, насколько я знаю, за то, что якобы он там... Вот он, кстати, какой бы поиск Вешников, интеллигентный. но это он уже вышел. Он, кстати, первый день, когда он вышел, знаете, куда он поехал? Он поехал в Пушкинский музей. Он, он прям даже домой не заехал. Посадили его за то, что он, якобы, состоял в антисоветской организации общество московских дворян и занимался потенциальным убийством Сталина. Это был в 1946 год, а он в 1927 году родил. Значит, сколько ему было лет? Ну, 19 лет его посадили. Ну, он действительно из дворян происходил. Поэтому под раздачу попал. Наверное, да. Но папа его работал где-то на заводе кем-то так, не в больших должностях. Мама на том же заводе тоже в небольшой должности какой-то работал. Но он типа был механиком, а она типа учетчиком. Я ведь не совсем нормален рисованием. Всегда было главное в моей жизни рисовать. Было биологической потребностью в лагере. Найдя грызок карандаша я рисовал на клочке бумаги. Потом все стирал и рисовал снова. Вот. И вот в 1953 году его освободили из лагеря. Ну, лагер кем был? На общих работах был? Всправедине дуровой лагерин КВД. Я входил в систему Гула. Горде. Ухти. У меня СССР бывал в лагерном пункте 15 земельных работ. После 10-12 часовой смены пытался рисовать. Потом он совсем дошел доходя, достал его. В лагере для инвалидов. В лагере для инвалидов. Определили он там. Просил родителям присылать не еду, а репродукции Босха, Брегеля, Гейнсбор, Ван Гога, Гренвальда, Джорджоне, Колом, Мане, Фуссена. Вдохновляться. И вот он, значит, как раз вернулся в Москву в 57-м году. Его реабилитируют в 56-м. Вот, прекратили реабилитирую. А умер, ну, в 98-м. Да, в 98-м. Он дождался падения советского роста. Вот, ну, такое, мне понравилось. Я видел несколько его просто репродукции когда-то, а тут уже вот посмотреть был приятный. А это папа тоже мне вот пошел в галерею и подарил. Это как раз скорее вот книжки Соробьянова «Русский авангард». это афиши, афиши фильмов, которые рисовали Стенберги. Значит, два товарища Стенберга, за Стенберга. Вот, просто вот всякие фильмы, не только советские, они и к американским фильмам рисовали. «Русский авангард». которые шли там «Русский авангард». Ну вот, вот так выглядит. Ты разглядываешь, а я просто хочу это классический. Вот это вот совсем классика. классика, обломок империи, земля, по-моему, это Довженко, земля, да, Довженко, Патай Паташон, вот, пожалуйста. И вообще, это для тех, кто занимается каким-то визуальным дизайном, вот, я бы рекомендовала купить, потому что это такие базированные вещи, которые один покойный, очень известный в интернете человек, это база. Третья Мещанская, ну это, вот, Третья Мещанская, вот, «Цепи брака». Это, кстати, его снимал Роом через две буквы. Режиссер Роом. Не путать с режиссером Роомом через одну букву. Ну, в общем, покажите, вот тоже такая любопытная история. Вот такая любопытная история. А эта книжка, я сходила, значит, в, когда я была, это была летом в Петербурге, и там была на Севкабеле выставка, посвященная истории комикса в Японии. Он, оказывается, был до Манги, то есть там были у них, например, там остановки, там какой-то там, значит, каком-то, от одного города до другой, там все рисовали, станции, да, рисовали, потом там всякие у них были... путешествия императора, и вот каждую станцию, как они говорили, и там были гравюры, и плюс еще там были, просто там история каких-то кроликов, там у них была эта книжка, потом еще про театр детский, который переходил от дома к дому, они все его, там, значит, тоже показывали, а это вот Матье Пинон и Лоран Лефевер, вот видим, что ни одного японца нет, я таким книжкам не очень доверяю, но это тоже издательство Бомбора, просто про историю манги, я плохо разбираюсь, значит, в японской культуре, вот именно этой, тут вот как бы еще там, а, кстати, еще во времена, когда там были британцы, они стали, японцы, делать такой карикатурный журнал, как у британцев про Японию, но он долго не просуществовал, сказали, типа, закройте, но это было... что вы японофобы? Ну, или мы вас обеим иностранными, агентами, и вам придется сделать сипуку, и они кто... Ну, короче говоря, это еще книжка вышла до цензурных, значит, всяких ограничений, поэтому там упоминается манга «Сердце Томаса», которая является жанром сенэн ай, я не буду уточнить, что это такое, желающие могут и сами догадаться, вот, книжка очень красивая, давайте что-нибудь приличное, ой, нет, это не подойдет, это не подойдет, что-нибудь да есть, вот, скотом-то это кто-то, вот, вот мальчик и девочка, ну, на этом можно, это можно, да, вот, вот тут красивые, много таких вставок, я в детстве, у меня были такие книжки, не помню, даже где-то здесь стоят, по истории, и там был текст, и много всяких картиночек, я, кстати, но не полное собрание было, сочинение, вот там такое очень было, у меня еще была энциклопедия Дорлин Киндерсли, вот эти вот все картиночки, там все подписано, там что-нибудь, вот, так что буду просвещаться, я вообще из японской, из японских комиксов, я только Сейл, Сейл, Сейлормун, и еще, Гриндайзер, ну это, это уже аниме, а Сейлормун, они еще как комиксы выходили, и еще какой-то комикс, я читаю, а, про маленький магазинчик ужасов, ну типа там, у него, как бы магазинчик, у чувака, он продает животных, но животные у него такие необычные, мистические, вот, ты аккуратно, потому что опять землетрясение происходит, ты устраиваешь, столотрясение, вот, столовозвращение, столовозвращение, но вот буду, потому что я, в общем, Утену посмотрела, это вот, буду посмотреть, что-нибудь дальше, что-нибудь интересное. Там обычному зрителю, который вот смотрит такие наши видео, у них, значит, комментарии, нет, ну зависть я не назвал, они так не говорят, ой, мы вам завидуем, ну есть, которые хвалят, как хорошо это, есть такие, ну, какая свеслая зависть, а они говорят, ну зачем вам столько книг, ведь к ним можно всегда все это найти в интернете, я сама говорила, что картинки вот эти в интернете, даже лучше есть, чем в этой книге, вот, там увеличить можно, их там больше, любые эти сооружения архитектурные, ну вот, тем не менее, как кто-то сказал из моих зрителей, в доме должны быть книги и кошки. Вот. Когда, это был еще год, ну, полгода назад или год, это было теплое время года, когда одно издательство в России стали закрывать, и стало понятно, что на следующий день эти книги изымуты с продажи, я заказала на маркетплейсе, мне провезли целый, значит, такой штабель этих книг, мне спросили, буду ли я их читать, я говорю, нет, читать я их не буду, я их буду хранить, я их буду хранить, а вторая история, это было несколько дней назад, когда последний роман Сорокина, тоже там кто-то на него возбудился, вот, и я прибегаю в магазин, я не буду говорить, какой, и там он еще был в продаже, потому что нигде в продаже его больше не было, и женщина на кассе говорит, вы мне объясните, он что, умер? Я гуглю, не понимаю, все идут сегодня к нам покупать эту книгу, объясните, почему он, он умер, почему все идут, как-то нет, он фактически умер, вот, вы знаете, у меня знаменитый предсказатель на моем канале появляется иногда, и он предсказывал смерть быстро Пугачевой и американского президента дедушки Байдена, и вот они оба умерли, да, это считается так, потому что, ну, ну, морально все, что такое теперь Байден, да никто, хромая утка, его не выберут, да только Пугачева, да где она выступает, ее ни на какое телевизионное шоу сейчас не пригласят, все, считают, что они мертвы, все, предсказатель прав, то есть я, я оба кого не приглашаю, четкий предсказатель. я просто могу сказать, что я песня, ну, Алла Пугачева, я знаю, штук 7 наизусть, а песен, кто там у нас сейчас, Анна и Асти, не знаю ни одной. А я такого не знаю тоже. А это вроде девочка. А это вроде девочка. А не Асти. Я не знаю, это какая-то, я не знаю их песен. Ну, ты просто, тебе не нравится они все, так это все. А мне не нравится, не нравится, а Пугачеву тоже не отношу, она тоже очень дифферентно. Мы просто все заслышали. Все слышали. Алла Эпоха. Политические деятели эпохи Аллы Пугачевой. Эпохи Аллы Пугачевой, да. Статья в Академии, в энциклопедии будущего Пробрежного. Ну, я считаю, что Алла Борисовна все равно переживет всех, как бы, кто бы ей не завидовал. Она не иноагент. Муж иноагента. А муж, у нее женщина, мушка, замужем за иноагентом. Мы должны вас предупреждать. А я книжку вам не показала. Блин, я прихожу в магазин, и там книжка тоже иноагента про каких-то странных чуваков в эпохе Средневековье. Я прихожу, такая думаю, ага, сейчас я схожу тут в магазин, и потом вернусь в книжный и куплю эту книжку. Возвращаясь, книги нет. Я прихожу, говорю, где книга? Уже убрали. Залезь, достану. Быстро. У меня как бы, я хожу в книжный магазин в один, и там меня уже знают, это да, как наркоман за героиного дозу, мне там даже приходят, такие, скидочный код на 25%. Присунули, я такая прихожу, гуляю на все. Красота, да, ну вот, и мне, в общем, сказали, а так, наверное, могли бы и не сказать, могли бы и не продать книжку, но я не вижу в этом какого-то смысла. Вот, ну, спасибо, дорогие зрители. Ну, спасибо вам большое, приходите к нам еще. Хотя, книжная тема, наверное, Борис Сергеевич отдельно я могу сказать, что мы сегодня были мимо, мимо книжного проходили, в книжном сегодня не были, а были сегодня в кино, замечательный фильм был, про мастера Маргарита, прекрасно сделанный, особенно мне там запомнился исполнитель роли Воланда, это был немецкий актер, август-диль, август-диль, но вообще говоря, у нас, так сказать, как-то вот, в мое поколение, к немцам таким, настоящим, таким картинным, немцам очень такое симпатичное отношение, я вот вам напомню, враги они, да, враги, все правильно, но красавчики, да, красавчики, у Лема, у Станислава Лема, так положено говорить, мне сказали, у него есть произведение, у него есть несколько произведений про войну, их мало кто знает, вот, и там, значит, вот стоит кто-то, а Станислав Лем, кстати, еврей, который всю войну косил под поляка, ему ничего не было, вот, его, значит, там стоят, ждут своей очереди, и вот, герой, который стоит, ему вот этот немецкий офицер, весь такой с иголочки, в черном, с белым платочком, он прям кажется богом войны таким, он ему действительно очень симпатизирует, ну и в наших фильмах, тоже вот в фильмах начала 70-х годов, немцы все-таки были импозантные, костюм с иголочкой, автоматом в живот упрёт, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, вот это у нас, да и в моём поколении было, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, единственное, что я скажу минус, здесь Воланд ходит с тростью, на которой голова Анубиса, в реальности он должен с какой тростью ходить, какая голова должна быть, пуделя, потому что именно в виде пуделя, Мефистофель является доктору Фаусту, первый раз, у автора пудель, у автора пудель, вот это вот единственное, что так сказать, поставим на вид, кстати, на удивление, в конце, кстати говоря, они стоят и любуются на то, как говорит Москва, но не на Москва реальная, или Москва реальная 30-х годов, а некий сталинский проект, вот эти вот сооружения, дворец Советов, еще чего-то, вот это там происходит, то есть там такая сталинская Москва, которая так и не была осуществлена, но это сталинская Москва, которая не была осуществлена, можно сходить и посмотреть в музей Щусева, там иногда бывают выставки на эту тему. Много, да, и вообще там, я всегда мечтала, был такой, по-моему, фильм «Небесный капитан. Мир будущего», там какой-то вот такой вот стимпанк, и мне всегда хотелось, чтобы сняли вот такой фильм, чтобы все вот эти вот взяли, или игру сделали, все вот эти сталинские проекты, которые хотели, там не только сталинские, а вообще авангардистские, сделали как бы такие локации, чтобы по ним можно было там бегать, ходить. А был фильм по книге, кстати говоря, иноагента, не буду его называть, там был детективный такой сюжет, там Берия был, и все, и Сталин налюбовался Москвой с балкона дворца Советов. Ну, фу, уже вот вы знаете, очень красивый фильм, все-таки Мальси и Маргарита, очень стильно сделан, хорошо подобранный актер. Мне, вот я могу все сказать, мне единственное, наверное, вот из актерских работ мне понравился Иван Бездомный. Он как-то немножко переигрывал, мне показалось. То есть, может быть, знаете, не виноват не актер, а ему режиссер сказал вот такой теорисунок роли, потому что даже Марат Башаров, которого я очень люблю, так сказать, алкоголика в квартире, в которой происходит бал, значит, Станы, сыграл очень великолепно, то есть, он хорошо сыграл, вот, но все хорошо сыграли, мне понравилось, вот, тонко они закрутили вот эту литературную основу и сам роман и вот эти вот все события, потому что все-таки как-то вот сцена... И сыгранно хорошо. Ну, фильм, конечно, антисоветский, но у нас сейчас очень многие советскую власть ассоциируют с Россией, говорят, это фильм русофобный. Кстати, что такое русофобия? Это боязнь русских. У нас же должны бояться, нет? Это хорошо, если это бояться. Нет, 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 там самый прикол, я читала критику, что на последних кадрах горит, значит, купола святой Москвы, да ты, ты, дура, да смотри, до конца кино, там ни одного креста нет, навести. Там даже Кремля нет, в том месте, где горит Москва. Где горит Москва, блин, горит у тебя Москва. Хотя Кремль там показывает, естественно. Горит красиво, кстати, ничего не могу сказать, там примус кот швырнул. Но котик лучше был бы, как мой Левенбук. А тот какие-то лохматые какие-то коты. Это эти, когда ты майкун. Может быть, но вот кот Левенбук, он больше всего подходит. Если я когда читал, то вот, конечно, кот Левенбук мой. Ну нет, мне должен скорее Тиграша. Во-первых, черный кот. Тиграша. Ну там черный должен быть. Ну черный Тиграша, должен быть большой. Тиграша. Тиграша. Большой ты большой, но фигура должна быть, как у Левенбука. Ну или Тиграша, а не обыть спортсмена. Нет, ну Тиграша, Тиграша полный, а все-таки такой накачанный, а Левенбук, он такой субтильный. И, кстати, там отсутствует сцена в Тарксине, ну по понятным причинам, где что, много митарного времени наберешь. Нет, ну там просто еще и сам, вот этот магазин Елисеевых, вот это там, ну как? Тарксин-то? Театр интересный. А я помню, где-то там же что-то за границей снимали. В Чехии. В Чехии снимали. Что-то снимали, скорее всего, в Чехии снимали Иерусалим. Иерусалим? Я думаю, да. У них же там очень развитые кинематографы в Чехии. В Чехии, да. У них большая... Как и киностудия Барандов, которую немцы им построили во время войны. Они хотели там делать производство кино для всего Третьего рейха. А, кстати, там еще был изобретен тональный крем очень такой стойкий. До сих пор они его продают в Чехии, да. Именно. И он потом там распиаренный был по всем, значит, там и много пиратских старикопики их делать этого крема. Но я там была когда в Бруно, я зашла в их магазин, купила этот тональный крем. Он реально как вот такой наносишь. И ты просто ты себе лицо стираешь вот просто в плоскость. А ни одной тени на лице, не проищая ничего. И ты можешь на лице нарисовать все, что угодно. Смертельно стойкая вещь. Вот, то есть, ну, в общем, если закрепим... У гиптян была подобная вещь. Это рыбий клей. Они покрывали рыбьим клеем, потом все на нем рисовали, что надо. Ну, рыбий клей, запах как у мази, у их тиловой мази. Сейчас был про рыбий клей. Сейчас был Пэт Маграт. Это такая известная женщина-визажист. Она, значит, делала для Мейсона Марджеллы, такой дизайнер, это дом у него, она делала такой как бы макияж, что он кажется всем как будто стеклянное лицо. То есть, она, видимо, тоже наносила какое-то что-то типа силикон или что-то еще, что-то блестит, как кухольное такое. Вот, то есть, ну, я даже не знаю, как что-то. Как вот такое стекло, может быть, блестит. Да, я сейчас просто покажу. То есть, вот так вот. Хочек под этим стеклом. Да, то есть, вот так вот как переливается, но это кожа человеческая. Весь интернет кинулся повторять. Подпишитесь на канал Бориса Сергеевича. Можете подписаться на мой телеграм-канал Дорогая Елена Борисовна. Борис Сергеевич тоже есть свой канал. Бояршин в Магея Науки. Очень не забывать, что мы на что расходуем ваши донаты. И наркотиков. И наркотиков. Барсик поел, кстати. Барсик у нас бриллиантовый. Был такой эпох, когда на месяца полтора мы два раза в день возили его на машине. То есть, четыре раза было на такси надо было проехать. И капельница 2000 рублей стоила. Ну, меньше было. Нет, ну там был, там типа, ну по тысяче капельница. Ну, в общем, вот так вот. Барсик у нас бриллиантовый, да. Зато он хороший, милый. Принести Барсик показать? Ну, принеси скорее Барсик показать. Ты пока там расскажи что-нибудь про книжки. Я покажу тебе, скажу, какой Барсик хороший. Ну, про книжки. Как он с нами сидит, смотрит и радуется. А книжки, да. У меня еще есть одна книжка. Называется она про гибель империи. Я написал Шевкунов. Он митрополит Тихон Шевкунов. Я думаю, о, не тот ли это митрополит Тихон, что был тогда? Но потом оказалось, что это не тот, а современный. Книга очень интересная. Читается легко. Это такой образец такой пропагандистской работы. Очень, так сказать, четкий. Прямо на нем надо рассматривать вот это вот, как сказать, спецпропаганду. Вот пример. Вот я с вами ее разберу потом, когда дочитаю. Читается, опять же, хорошо. Я завтра собираюсь поехать в Москву в театр. Вот. И потом еще мне надо ехать будет, там будет моя встреча со зрителями. С кинозрителями будет встреча. Все, еще одна книга есть? Да, вы забыли. Но это не наша, но... Не наша, сказала мамаша. Вот какая книга интересная. Шьем по ГОСТу. Очень популярная. А вот он, барсик наш пришел. Барсик сладунец. Сладунец, барсик. Барсилонька. Барсилонька. Про него писали на сайте Жизнь звезд. Писали про него, что он превращается в обезьянку потихонечку. Барсик не ел сутки, а сейчас съел целый пакетик и куртку. Барсилонька. Барсилонька, хороший кот, невозможно. То есть, типа, целуешь его ты, а когти он пускает в меня. От радости он пускает. Это радость. У него восторг, прошу прощения. Да восторг нет, воспрещение. Вот он, как он смотрит. Победитель. Разбудили. Разбудитель. А ты разбудитель. А он вот такое вот. Торжество. Торжество барсика. Барсик умный. Обычно спрашивают, Барсик, ты хочешь кушать? Если он хочет, он говорит. Да. Еще он про курочку очень знает хорошо. Кушать. Видео уши. Курочка. Курочка будешь, Барсик? Он уже поел курочку. Он уже не очень любит. Нет, он сейчас съел пакет И съел курицу, которую ему дали Мне больше всех радует Ливенбук Он праноядец Ничего он не праноядец он жрет Ничего он не жрет, он прану питается Еще ел вчера суп Не ел он суп, он прану питается Не кричи, но Барсик меня царапает Не кричи Вот он возмущен, потому что наше богатство Это Ливенбук Не кричи Ну видишь, как-то кота разну погладит Извини, извини, Барсик Иди, хочешь у меня посидеть? Давай Папа выработал историю, чтобы кот не сидел На тебе, он ставит стул рядом И кот сидит на этом стуле Да, кот сидит рядом со мной на стуле Он приходит ко мне, если я тут на компьютере Что делать? Он ко мне приходит, садится рядом А так он на шее любит сидеть У тебя? У меня на шее не поместится Вот он сидит на шее Куда пошел бы? Вслез Ну ладно, почтенная публика Дорогая Елена Борисовна В телеграм-канале Может быть оставлю ссылку, если Борис Сергеевич поставит Вот буду писать про Ахматову и раков И раков? И раков, да Крабов, вернее, простите Крабов Вот И Деньги присылайте, Борис Сергеевич Деньги будут, высылайте, да Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok